Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Путь к свободомыслию, то есть к широкому вольному поведению и взглядам человека, был долг и непрост. Почти во всех странах, вплоть до раннего нового времени, общественная мысль контролировалась церковью и религиозными уставами. Но постепенно общество избавлялось от строгости в жизненном укладе, и вместо веры на первое место стало выходить знание. 18 век – это эпоха просвещения и распространения философии вольнодумства. Здесь впервые возникла свобода мысли. Говоря словами Ивана Гончарова, где же казалось и проявляться свобода мысли, как не в философии? Кто и как формировал эту философию, расскажем прямо сейчас. Истоки свободомыслия историки находят в эпохе просвещения. Начало 18 века стал началом века разума. Этот период стал ступенью в культурном развитии общества. В своих основах просвещение демократично – это культура для народа. Она опиралась на рационализм и свободомыслие. И главную свою задачу просвещение видит в воспитании и образовании. Приобщение к знаниям всех и каждого. Это движение началось в Англии и вскоре распространилось на Францию, Германию, Россию и другие страны. Самыми влиятельными оказались французские просветители. Их называли властителями дум. Дени Дедро – один из основателей философии просвещения. Он не верил в духовное начало человеческой жизни. Он считал, что человек – это только то, что из него делает общество и судьба. Он писал, «Везде, где признают Бога, существует культ. А где есть культ, там нарушен естественный порядок нравственного долга. И нравственность падает». Этим учением Дедро наносил удар духовенству. Он взял на себя право толковать волю Бога, что раньше открыто никто не делал. Поиск идеи мироздания, право награждать и карать людей за их поступки дал мощный толчок к изучению природы и развитию естествознаний. Дедро вошел в историю как ученый-энциклопедист. Энциклопедия стала главным трудом жизни Дедро. Он работал над ней более 13 лет. В 1751 году был издан первый том. Создание энциклопедии дало имя целому периоду в развитии человеческой мысли. Энциклопедия Дедро стала первым научным изданием. В нем содержалась не только чисто техническая информация, но и философские рассуждения, что и послужило одной из основных причин столь яростного неприятия властью этой книги. Во многих статьях, например, в статье «Свобода», принадлежащей самому Дедро, высказывались достаточно смелые взгляды на жизнь, которые не могли понравиться правительству Франции. В литературе Дедро выражал идеи буржуазии. Он начал во Франции путь к буржуазно-сентиментальной драме. Другой известный ученый-просветитель – Вольтер. Своё учение Вольтер пропагандировал в так называемых философских письмах. В отличие от Дедро, Вольтер колебался между отрицанием и утверждением бессмертия души. В вопросе свободы воли он склонялся к предопределенности. Вольтер также принял участие в создании энциклопедии. В своих статьях Вольтер проявил себя как борец против идеализма и религии, опираясь на научные достижения и эксперименты своего времени. Как просветитель, Вольтер боролся за естественные законы человека – за свободу, собственность, безопасность, равенство. Многие существовавшие в его время законы он считал несправедливыми, для него они были воплощением человеческого невежества. Таким образом, просветители показали, что человек обладает разумом, духовной и физической силой. Люди приходят в мир равными, со своими потребностями и интересами, которые общество должно уметь удовлетворять. Провозглашенные французскими просветителями ценности по праву стали считаться демократическими, вызвали широкий народный отклик и вдохновили движение формирования национального государства. Книга «Вечный друг» и лучшие средства от одиночества. И это не просто слова. Если обратиться к истории, можно узнать, что даже в тюрьме и на каторге образованные люди продолжали читать книги. Даже нарушали специальные тюремные запреты, лишь бы оказаться наедине с книгой и в ней найти отклик мысли другого человека. Об истории книги декабриста Никиты Муравьева расскажем в рубрике «Книги и судьбы». Один из главных идеологов движения декабристов – Никита Михайлович Муравьев. После восстания он в числе многих был осужден на каторжные работы на сибирские рудники. Отбывая срок, он просил прислать ему переписку князя Курбского с Иваном Грозным. Книгу он получил. Это доказывает его автограф на книге. Комендантом рудников, где отбывал наказание Муравьев, был русский генерал Станислав Романович Лепарский. Ему была дарована неограниченная власть над заключенными, и он использовал это во благо декабристов. Он сделал очень многое, чтобы облегчить их участь. Например, Лепарский завел артельную систему внутреннего хозяйства, создал хорошую столовую, аптеку и даже библиотеку. Все книги, которые приходили для заключенных, Лепарский обязан был прочитывать и ставить пометку «Читал». Правда, у него часто физически не хватало времени прочитывать все книги, поэтому в таких случаях он делал пометку «Видал», что мы и можем прочитать на книге Муравьева. Благодаря Лепарскому, отбывая наказание в Петровском заводе, Никита Муравьев читал много литературы. Он даже провел курс лекций по истории России и военной истории. Писал мемуары, правда, которые впоследствии уничтожил. Лепарский также хранил рисунки Бестужева, рукопись Адоевского, выпрашивалось возможное смягчение для заключенных у императора. Ему даже удалось добиться того, чтобы декабристы были раскованы из скандалов. Благодаря такому душевному расположению к заключенным декабристы любили коменданта, и когда тот умер, деньги на памятник по подписке собирали декабристы. Теперь книга Муравьева поистине уникальный экземпляр. Она хранится в Московском музее книги вместе с рисунками других декабристов и несет с собой отпечаток времени. Многие ученые сходятся во мнении, что истинная свобода мысли возможна при наличии знаний иностранных языков. Лучше нескольких. Не случайно в интеллигентных семьях пытаются обучать языкам с детства. Современный грамотный человек как минимум должен знать хотя бы английский. Все, кто хотя бы начинал учить иностранный язык, знают, что самое главное и сложное – это наличие словарного запаса. Как много слов, как можно надеяться знать их все – эти фразы знакомы всем, кто изучал чужой язык. Как сделать свой словарный запас богатым и разнообразным, и чтобы процесс был занимательным и нескучным, рассказали специалисты на обучающем семинаре Международного языкового центра. Если запоминание иностранных слов стало в тягость, специалисты знают, как с этим бороться. Международный языковой центр LanguageLink и представитель издательства Оксфордского университета в России образовательной компанией «Релот» провели обучающий семинар на основе современных учебников и используя новые образовательные методы. Людям в основном тяжело запомнить слова. И если в книге интересно все рассказано и есть интересные задания, тогда это поможет, чтобы лучше запомниться. Преподаватели считают, что главное ученика заинтересовать, придумать интересные упражнения, чтобы, выполняя задания, запомнилось как можно больше слов, синонимических рядов и необходимых ассоциаций. Ведь увеличение словарного запаса, как правило, занятие самостоятельное и не требующее объяснений. Это учли руководители семинара. Какие книги можно использовать. И в основном мы будем использовать примеры из одного учебника, называется Oxford World Word Skills. И вот примеры, как книга выглядит, что можно делать с этим, как это может помогать, чтобы работать словарным запасом. Постоянная работа над расширением словарного запаса – это важная часть овладения английским языком. Изучая новые слова, можно легко повторять старые. Этот процесс может показаться бесконечным, зато результат однозначно порадует. У меня уровень языка intermediate, и я здесь уже не первый раз. Не первый раз здесь в библиоглобусе проводятся конференции разные. Вот, например, сегодня рассказывалось о таком вот учебнике Headway. Не раз он уже выпускался, это уже очень хороший. И я здесь для того, чтобы повысить уровень своего языка. С помощью ряда упражнений специалисты предложили свою нестандартную методику изучения слов, которую можно адаптировать под себя по желанию. Главное – общие направления и цель. Это оживить словарь и привнести некое разнообразие. Например, было упражнение, дается список цветов, и ты должна подобрать фрукты, овощи или другую какую-то еду каждому цвету. Допустим, 3-4 слова. И вот так вот выполняешь, и чувствуешь, что мозг начинает работать. Авторы многих учебных пособий советуют учить по 10 слов в день. Считается, что вскоре язык начнет развиваться, и можно суметь бегло на нем говорить. Используя новые методы, нельзя забывать и старые проверенные способы. Важно смотреть фильмы и телевидение на иностранном языке, слушать и запоминать песни. Также очень важно, мне кажется, читать литературу на английском языке, хорошую классическую литературу. Именно там можно встретить весь багаж тех слов, которых ты не встретишь на улице. Несмотря на то, что предлагаемая методика ориентирована на людей с определенным багажом знаний языка, она доступна и для новичков. Здесь открыты широкие возможности для начального уровня и всех, кто хочет приобщиться к английскому. А начать с нуля всегда сложно. Родной язык, так как все время и родители на нем говорят на русском, И есть примеры, есть на чем основываться. Там ассоциативная память, зрительная. А здесь я только учу слова. И мне приходится самому искать ассоциации или представлять, воображать. В разнообразии методов обучения всегда можно подобрать наиболее подходящие тебе или их сочетать. Сейчас на прилавках много книг и учебных пособий, которые помогут выучить язык самостоятельно и не забросить его на вторую же страницу словаря. Разбавляя этот сложный труд забавными упражнениями, можно переступить барьер и начать говорить свободно. Ведь основа языка — это слова, а то, как они используются, — это все дальше. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Литературный клуб «Мир внутри слова» подвел итоги конкурса и провел вечер художественного перевода. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два года назад при поддержке российского и немецкого правительства Международный союз немецкой культуры создал в Москве литературный клуб «Мир внутри слова», участники которого занимаются литературной деятельностью в разных направлениях. Это и знакомство с писателями и книгами, и проведение лекций и различных мастер-классов. В центре внимания нашего клуба — литература России, Германии, литература российских немцев и немецкоязычного мира, Австрии и немецкоязычной Швейцарии. Мы проводим встречи с литераторами, писателями, литературоведами, редакторами. Вечер в литературном клубе «Мир внутри слова» посвящен творчеству российской немецкой поэтессы Норреб Фефер. Клуб собрал участников конкурса со всей страны. Это лауреаты второго всероссийского конкурса «Друзья немецкого языка». В этом году организаторы придумали такие номинации, которые позволили каждому конкурсанту ближе познакомиться с одним из народов нашей страны — российскими немцами. Конкурсантам было дано задание перевести 9 стихотворений Норреб Фефер. Кроме того, одна из номинаций конкурса — это рисунки к стихотворениям Норреб Фефер. По итогам конкурса издали книгу. Здесь представлены оригинальные стихотворения и переводы поэтессы. Норреб Фефер — один из самых известных представителей литературы российских немцев. Поэтесса живет сейчас в Кёльне, и 31 декабря ей исполнится 92 года, поэтому и книга оформлена как подарок. «Пропагандировать нужно не только германскую культуру, но и ту культуру, которую привезли с собой немцы 250 лет назад и сохранили здесь в России, обогатили ее элементами русской культуры. И у российских немцев есть свои замечательные поэты и писатели». Популяризируя творчество писателей и поэтов российских немцев, организаторам удалось привлечь к этому не только опытных переводчиков, но и молодежь, которая знает и любит немецкий язык. Норреб Фефер — самая наиболее известная детская писательница и это поэтесса, которую они пишут уменьшительно-ласкательными суффиксами, но при этом настолько любима и понятна детям. Дети, я была свидетелем того, как она общается с детьми, и дети, конечно, платят уважением и любовью. Лирическая героиня Норреб Фефер — человек переживающий и сопереживающий. Нередко чувства и эмоции поэтесса передает через изображение внутреннего мира животных, растений и разных явлений. Это демонстрирует желание показать наш мир живым и способным к развитию. Поэзия Норреб Фефер — добрая, целительная и располагает к размышлению. И переводы на русский язык, по мнению организаторов, в художественной ценности стихов не уступают оригинальным текстам. Пожалуй, одна из свободолюбивых профессий — это журналистика. Именно здесь настоящие профессионалы стремятся к свободе мысли и ее выражению. Но далеко не всегда это получается. Цензура или политические режимы в разное время в разных странах ограничивали эту свободу. Ведь журналистика создает прецеденты и влияет на эволюцию общественной мысли. Как один из феноменов культуры, журналистика активно воздействует на духовные и материальные основы человеческого бытия. Журналистика — мощная идеологическая сила. Испокон веков она борется за независимость, свобода мысли. Как возникла необходимость в журналистике, как возникла такая профессия и как сохранить свободу мысли. Журналистика — это одна из сфер общественной деятельности. У каждого народа она возникла в разное время, но у каждого на достаточно высокой ступени социального развития. В России журналистика как индустрия информации появилась в начале 18 века. С 1702 года, с момента издания ведомостей, первой русской печатной газеты ведется история русской журналистики. До этого в России издавались рукописные предшественники, газеты-куранты или листовые письма. Это были сводки политических новостей, переписанные в одном или в двух-трех экземплярах от руки. Они предназначались для прочтения царю и ближайшим сподвижникам. Но подлинным первенцем русской печати были все же ведомости, которые стали издаваться по личному указанию и при личном участии русского царя Петра I типографским способом, то есть широко тиражироваться. Содержание первой русской газеты сводилось к широкой пропаганде петровских реформ. Много места отводилось характеристики экономического потенциала страны, обзору военных действий в Северной войне, дипломатическим связям русского государства, фактам национальной культуры, открытию школ и так далее. Тираж ведомостей колебался от нескольких десятков до четырех тысяч экземпляров. В 1728 году появился первый опыт издания русского журнала под названием «Примечания». С этим журналом связаны и первые шаги Ломоносова как журналиста. Здесь, в 1741 году, он работал в качестве автора и переводчика. Были опубликованы некоторые оды Ломоносова – переводы научных статей. Сотрудничал Ломоносов и в журнале, издававшемся на латинском языке Академии наук «Комментарий». С участием в этом издании связана статья Ломоносова о должности журналистов, в которой впервые был сформулирован моральный кодекс журналиста. Для человека, берущегося публично давать оценку научным или иным явлениям действительности, важнее всего признавалась правдивость, умение правильно понять ситуацию. Эти важнейшие профессиональные качества журналиста и поныне самые важные. По инициативе Ломоносова была создана вторая русская газета «Московские ведомости». Эти две русские газеты носили официальный характер. Они были достаточно стандартизированы в отборе информации и ее подаче. На первом месте шли династические новости, затем «Придворная жизнь», «Сведения о чинопроизводстве и наградах» и только затем «Любопытные известия и культурная информация». В истории газеты «Московские ведомости» выделяется период, когда эта газета вместе с типографией Московского университета была отдана в аренду известному русскому просветителю Николаю Ивановичу Новикову. Он не только оживил газету и расширил ее содержание, но и стал издавать ряд интересных приложений к ней, в их числе первый детский журнал. В середине 18 века русская журналистика обогатилась новым типом изданий – частным журналом. Обычно такой журнал издавал литератор на правах частного предпринимательства. Первым таким изданием был журнал «Трудолюбивая пчела» Александра Сумарокова. Название трактовалось в том смысле, что читатель, как трудолюбивая пчела, будет собирать все полезное и нравоучительное, что найдет в издании. Хотя напрашивалось и другое сравнение. Самого издателя – журналиста с пчелой, собирающего все полезное и интересное для людей. Именно эти черты – самые главные в профессии журналиста. С 18 века русской журналистики предстояло пройти долгий путь. Многое сделано по разработке типов журнала, развитию газетного дела, разработаны разнообразные виды и формы общения с аудиторией. И как сохранить свободу мысли при различных ограничениях – в этом талант и работа журналиста. Но все-таки слово «сочетание свобода мысли» прежде всего ассоциируется с философией. Именно философам принадлежат первые смелые идеи, связанные с устройством мира, общества, государства. Как ни среди таких людей искать человека, с которым было бы интересно поговорить за чашкой чая? Сегодняшний собеседник Матвея Матвеева – аспирант Института философии Российской Академии Наук. До этого учился на политолога в Государственном академическом университете гуманитарных наук. Итак, с молодым философом и журналистом Сергеем Шклюдовым за чашкой чая. Сегодня в гостях у нашей программы аспирант Института философии Российской Академии Наук Сергей Шклюдов. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, на ваш взгляд, какой вид искусства является наиболее свободным? Тут можно этот вопрос ответить двояко. Мне кажется, что большую передачу чувств, эмоций может дать только музыка. Только музыка может донести до человека, до самой глубины души, то, что хочет сказать другой человек, выразить через музыку. Но, с другой стороны, если брать именно прикладные искусства, то сегодня, в период застоя, это, конечно, поэзия. То есть, поэзия может иметь свободную форму, краткий объем, и там можно выразить, в принципе, все, что угодно. То есть, это не роман, где нужно следить, чтобы текст не провисал. Это не рассказ, где нужно следить, чтобы каждая строчка была отчекарена. Это просто такой сгусток эмоций, который можно передать другому человеку. Поэтому я считаю, что это поэзия. Ну, ты, если говорить не только о чувствах, а и о словах, какой все-таки вид искусства сочетает с себе наибольшее количество средств выражения человеческой позиции? Опять же, это стихи. То есть, когда политические лозунги и отношения к этой политической бытовой действительности выражаются четко, емко, языком стиха, жестким, хлестким, декларативным. И всем сразу все понятно, да, идешь ты за этим движением или не идешь, соответствует ли твоим чувствам или нет, и все. То есть, поэтому, опять же, поэзия. А вот, скажем, кинематограф, ведь кино может в себе сочетать и слова, и музыку, и видео. Почему вот вы его не читаете самым таким свободным? Ну, если говорить о кинематографе как о чистом искусстве, то да, но если говорить о российском кинематографе сегодня, то это, на мой взгляд, это просто показательный застой. То есть, как мы развились до потолка в 70-е годы, так мы дальше никуда и не движемся, нету ничего нового. То есть, взбудоражить может что-то новое, форма, язык изложения, какая-то новая мысль, а этого нет. Это лишь новый режиссер занимает тем, что переснимает учебник. А может ли мысль, в принципе, быть не свободной? Мысль, скорее всего, чаще ограничивает сама себя. То есть, если человек ограничивается какими-то идеологическими, религиозными догмами, догмами политическими, своим негативным социальным опытом, то есть, негативный опыт, например, нахождение в семье, или в сирском приюте, либо в тюрьме, оно очень часто ломает психику человека, и он на дальнейшую свою жизнь смотрит уже через призму этого негативного опыта. И в итоге его взгляд становится замутнённым. То есть, надо стремиться, ну, это как к объективной позиции, нужно стремиться к чистой мысли, но её достигнуть невозможно. Она всегда будет немножко с примесью, с осадком. Но очищать её можно, постепенно отказываясь от того, что я перечислил, от разных догм, и стараться относиться к своему негативному опыту проще. Ну, это может быть, скорее, мышление. А вот если говорить всё-таки о мысли, если она появилась, то каким образом её можно ограничить? Он может её подавлять. К многим людям приходят очень страшные мысли, и они пытаются от них бежать. Бежать от собственного мышления, так же, как бегут от собственной свободы. Насколько свободны, скажем слово, если бы эти журналистики связаны с понятием честности? Ведь если журналист пишет статью, в которой содержится неправда, объясняя тем, что он свободен писать то, что хочет. Вот насколько это действительно свободно? Вот это очень интересный вопрос. Если журналист пишет статью неправда, он не журналист, поскольку журналист и по закону, и по собственному, как моральному долгу, должен стремиться писать правду, то есть стремиться как раз к объективности. Иное дело может быть введено в заблуждение. То есть, собственно, неправильной оценкой фактов, неполнотой источников, из которых он черпает информацию. Если или его сознательно ввели в заблуждение его люди, у которых он черпает данные. То есть это одно дело. Но если он занимается сознательной фальсификацией фактов, все представляет в преломленном свете, то есть вносит в текст намного больше своей субъективной позиции, чем это надо, то есть он должен чувствовать вот эту вот грань, то это уже не журналистика, это что угодно. Это пропаганда, это заказуха, но это не журналистика. Журналист должен стремиться к объективности, хотя это и невозможно в полной мере. Вот возвращаясь к вопросу о свободе мысли, все-таки с этим словосочетанием чаще всего ассоциируется такой предмет, как философия. Вы скажите, на ваш взгляд, сейчас рядом тот факт, что сегодня философ не является рупором эпохи, как это было, к примеру, раньше. Ну, рупором эпохи не является философ, поскольку сама философия загнана куда-то в подполье, в академическое гетто, где она просто слеживается, и в связи с этим не способна родить ничего нового. То есть это бесконечное пережевывание старых истин. То есть, например, есть какой-нибудь специалист, который занимается сугубо ранним Гегелем, и все, он больше ничего в этой жизни не видит. Поэтому философия не способна родиться из учреждения, которые, например, учат тебе философию, так же, как хороший писатель, не способен быть выпущенным институтом литературного творчества. То есть всегда это опыт философии, так же, как и опыт писательства, на мой взгляд, он всегда приходит сам. То есть ему невозможно научить. И, ну, если, возвращаясь к вашему вопросу, если смотреть с точки зрения общественной, почему сегодня к философам не прислушиваются, почему они не в почете и прочее, то тут очень интересен вам вопрос. Понимаете, может быть, это и крамольная мысль, но люди, которые сделали своей профессией защиту свободы и борьбу за свободу, они чаще страшнее тех людей, которые эту свободу подавляют. Ну, условно, люди, стоящие у власти, режим там, как это можно назвать с точки зрения теории режимов, авторитарный, полуавторитарный, ну, или прочее. Я не говорю сейчас о чем-то конкретном, а говорю вообще о схеме, о модели. То есть тот дискурс, который формуется вокруг людей, борющихся за свободу, он очень тоталитарный. То есть это интеллигенции, это профессиональные борцы за свободу, это диссиденты, это, например, экологи и прочее, прочее, прочее. Это очень страшные люди, они не допускают никакого инакомыслия. Попробуйте объяснить защитнику Химкинского леса хоть какую-то выгоду от строительства трассы Москва-Санкт-Петербург, он вас просто побьет камнями. То есть им вот тут очень страшно лавировать именно человека, который действительно хочет мыслить между тоталитарным дискурсом защитников свободы и мелким, отвратительным, серым подавлением свободы с точки зрения власти имущих, поскольку логика любого... Ну, не стоит обличать режим, поскольку он плохой, злой и кровавый. Это обычная логика мелкого бюрократа, сидящего на отдельно взятом месте. Лучше запретить, лучше перестраховаться, лучше закрыть, чем разрешить, разрешить, поскольку если ты разрешаешь, могут быть проблемы, если ты запрещаешь, проблем будет меньше. Это обычная логика управления. Поэтому с теми, кто запрещает свободу, бороться гораздо проще, чем пытаться высказывать свободные мысли профессиональным защитникам свободы. И человек, который хочет мыслить, он будет преследуем и теми, и теми, скорее всего. А с чем связано некое ограничение сознания, о котором некоторые специалисты говорят? Ведь, несмотря на то, что есть интернет, есть библиотеки, человек волен почерпать информацию из огромного количества источников, но тем не менее, с чем связана та неспособность, скажем, анализировать эту информацию и выражать собственное мнение? Ну, я бы не стал рассматривать интернет как какую-то новую реальность. Это всего лишь технический инструмент доступа к знаниям. То есть, если раньше вам нужно было, чтобы прочитать Платона, Гегеля, Маркса, идти в библиотеку, то теперь вы можете найти их с помощью Гугла. То есть, вопрос здесь главный в желании человека постигать, познавать этот мир. То есть, опять же, это не общий упадок философии, это общий упадок культуры, тяга к знаниям. Как только этот этап, этот цикл закончится, возникнут новые идеи, и люди ринутся в библиотеки, в интернет для того, чтобы искать обоснования этих идей, либо искать материал для их, ну, чтобы осуществить критику этих идей. И опять начнется рост философского знания. Поэтому я придерживаюсь здесь старой банальной догмы, что все как раз циклично. Сейчас просто эпоха застоя, да. То есть, этим можем мы объяснить такой интерес к брежневскому времени, к сталинскому времени, да. Вот если говорить о менталитете нашего народа, на ваш взгляд, с чем связана вот эта тяга, может быть, к ограничению, к виновению, связанное, может быть, с нежеланием выразить свое мнение публично? Как бы это ни печально звучало, как бы не лицеприятно звучало для моего народа, но мне кажется, это вопрос общего уровня развития, то есть культуры демократии, культуры частной собственности, культуры общения, взаимодействия, построения каких-нибудь организаций для прихода во власть, для защиты собственных интересов. Простите меня, но у меня, например, люди не могут объединиться даже на уровне подъезда, чтобы создать какое-то жил товарищество, которое бы управляло нашей общей собственностью, домом. Что-то так говорить о политических партиях, движениях и прочих организациях борьбы за личные интересы. Есть такое очень красивое сравнение, которое мне очень нравится, которое я часто употребляю, что сегодня страна разделена на две неравные части. Это и с культурной точки зрения, и с экономической, и с точки зрения политической зрелости. Это своего рода Венгрия, Москвы, Петербурга и других крупных городов, например, Нижний Новгород, Самара, и Бангладеш остальной страны. Но ведь в последнее время заметно улучшение. Вот как вы думаете, это начало изменений нашего сознания, или все-таки некоторые исключения из правил? Нет, мне кажется, это как раз начало этого процесса. По большей части же встречается только в крупных городах, в той самой Венгрии, которую я упомянул. А если выехать там за МКАД, вот я сам живу в области, и пересекая границу Москвы, ну, ты реально видишь контраст. То есть, мне кажется, это будет расплываться медленно по стране. То есть, крупные города будут обрастать окраинами, они будут расти, появится запрос на какое-то культурное сопровождение экономического роста. И, как бы, это все время, время. А вот если говорить об образовании, что необходимо, на ваш взгляд, сделать, чтобы расширить, скажем так, кругозор и сознание человека современного? Ну, вот я считаю то, что образованный человек должен одинаково хорошо знать, например, и физику, и разбираться, например, в раннем Шекспире. Вот тогда человек может быть образованным. То есть, это вопрос тотальной образованности, которая была в Российской империи или в Советском Союзе. В свое время я выступал очень, как бы, ярым противником специализации знания, да, когда человек, раз, забирается в раннем Гигеле, но ничего не знает, как Гигель умер, да, и что он писал в своих поздних работах. Но, и так же я был ярым противником ЕГЭ. Но я сейчас постепенно меняю свое мнение. Я начинаю понимать, что ЕГЭ, в принципе, это хорошая штука. То есть, это позволяет сделать у человека такой набор универсального знания и протестировать его, может ли он входить даже, то есть, участвовать в жизни общества. То есть, имеется ли он хоть какой-то приемитивный набор знаний, чтобы стать полноценным членом общества. Другой вопрос, что ЕГЭ, это тоже технология, ее нужно выработать, нужно проработать. вопросы, предметы, общий комплекс знаний. Это тоже вопрос, это тоже время, как бы вопрос времени, опыта, да. То есть, наша страна только начала применять эту технологию. И со временем, я думаю, она станет лучше, и качество, то есть, образование должно повыситься. Ну и делая некий круг в нашей беседе, возвращаясь к вопросу о свободе мысли, все-таки для вас, что такое мысль? Я не могу дать точное определение, что такое мысль, но я могу сказать, что когда я пытаюсь мыслить, то есть, я понимаю, что, например, чтобы мыслить по-настоящему, человеку нужен огромный корпус знаний, да, вот, у меня корпус знаний очень маленький, но когда я смогу соединить два разных элемента во что-то одно, и появляются мысли, я испытываю колоссальное удовольствие от этого. Благодарю вас за интересную беседу, за то, что стали гостем нашей программы. Всего доброго. Безусловно. Вот интересный исторический факт. 18 декабря 1833 года был впервые публично исполнен новый гимн России «Божий царя храни». Это был первый официальный гимн российского государства с оригинальными словами и мелодией. Написать гимн император Николай I поручил музыканту, композитору, дирижеру Алексею Львову. Автором текста был Василий Жуковский. Николай I утвердил гимн только после 25 декабря, 7 января, по новому стилю, когда, помимо Рождества, Россия праздновала окончательное освобождение от нашествия дву на десяти языков. Продолжим историю даты минус событий в литературном календаре. 14 декабря 1789 года родилась княгиня Зинаида Александровна Волконская, хозяйка литературного салона, писательница, поэтесса, певица и композитор. Видная фигура русской культурной жизни первой половины 19 века. В этот же день, 14 декабря, в 1821 году, появился на свет русский поэт Николай Федорович Щербина. Один из самых известных его романцев «Раскинулось море широко», впоследствии был записан Леонидом Утесовым. А 15 декабря 1859 года родился Людовик Лазарь-Заменгов, создатель эсперанто, наиболее успешного из сконструированных международных языков. 16 декабря 1811 года русский писатель, баснописец, журналист Иван Андреевич Крылов избран членом Российской академии. 17 декабря 1925 года родился Константин Яковлевич Ваншенкен, поэт, прозаик, эссеист. Его стихотворения «Я люблю тебя, жизнь», «Алеша», «Вальс, расставание», «Как провожают пароходы» и другие были положены на музыку Эдуардом Калмановским и стали популярными песнями. И 18 декабря 1637 года за месяц до 16-летия Жан-Батист Паклен будущий мольер был приведен к присяге в наследственной должности королевского обойщика. Учение только свет по народной пословице. Оно также и свобода. Ничто так не освобождает человека, как знание. Иван Сергеевич Тургенев. А посему помните, встречу с хорошей книгой, как и с нашей программой, откладывать не стоит. И уже через неделю мы вновь расскажем о событиях и людях, новинках и классике. Место встречи – телеканал «Просвещение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok